ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Уже практически никто не сомневается, что это будет круто, осталось выяснить, насколько это будет жестоко связано с iWatch или другими новыми аксессуарами, будет ли это фишка iPhone 6, или может быть старое устройство тоже ее получит, но пока ответов нет, народ-то изгаляется в концептах. iPhone 6, вы же за этим пришли смотреть это видео, мои информаторы, ну как мои всякие Wall Street Journal и Business Insider говорят о том, что Apple размечает заказы на новые панели и производство начнется в июле. Соответственно устройство можно будет ждать в начале сентября, ну и самое конечно крутое, подтверждаются слухи о двух модификациях 4,7 и 5,5 дюйма. При этом устройство это пока два, но никто не говорит, что второе должен быть тоже iPhone, например 5,5 дюйма экран может получить iPod Touch 6 поколения, пишите что вы думаете об этом в комментариях. На просторах китайских интернетов валяется вот такая картинка, это конечно ни в коем случае не дизайн следующего устройства, скорее просто схематичное расположение названий логотипа, но вот что интересно, на этом чертеже, если можно его так назвать, указаны размеры устройства 150 на 85 мм, а у текущего iPhone 5s всего 123 на 58, подумайте об этом. А это вкусненького я вам принес, концепт iPhone 6, и многие видят здесь Lenovo, Xperia, Lumia, LG, все что угодно, только не iPhone, на самом деле больше похоже на iPod Nano 7 на стероидах, очевидно, что следующий iPhone получит новый дизайн, вот какой, ну поглядим. И кстати сейчас в Америке прошел маленький такой опросик, и каждый третий готов доплатить 100 долларов, если iPhone увеличится в размерах, то есть тот же самый iPhone, только с большей диагональю экрана, и вы доплачиваете в наших реалиях 4000 рублей. Напишите в комментариях, готовы ли вы расстаться с кровными. Ну это все были цветочки, ягодки начинаются прямо сейчас, крутейший, крутейший мазафака слух про следующий MacBook Air, во-первых, он может стать 12 дюймов, но это не так много, на самом деле текущий всего 11,6, следующее, он может получить некликабельный трекпад, чисто стеклянный, возможно будет без кулера, что говорит нам о том, что OS X может быть портирована на ARM архитектуру, и получит ретийный экран. Согласитесь, мега круто, это кстати возвращает нас к мысли про iPad Pro, который по слухам сейчас заморожен, 12 дюймовая версия, и концепты вы сейчас видите перед своими глазами, но мне кажется это на текущей версии iOS абсолютное баловство, не нужно, избыточно. Пишите в комментариях, что вы думаете, и об этом в том числе, но если будет OS X на ARM, и вы сможете на iPad запускать OS X и iOS, ну возможно. Знаете, что успел сделать Стив Джоус перед смертью? Протолкнуть, согласовать, выбить строительство Apple Campus 2, его еще называют Spaceship iSpaceship Motherboard, в общем не очень футуристичный дизайн. Ну и вот это видео для внутреннего использования компании попало на YouTube, это разборка старого кампуса, ну как вы видите, достаточно радикально действует, не стали ничего там выносить, разбирать, просто все сломать к хренам и начать строить. И кстати, уже есть фотографии, как это все выглядит, и на самом деле, ну обещают за ближайшие пару-тройку лет все это построить, удивительно, но они как-то умудряются строить быстро, недорого относительно и качественно. Нам есть чему поучиться. В дополнение к слухам про MacBook Air на ARM, а также iPad Pro, Apple зарегистрировал такой замечательный патент, клавиатура, которая комбинируется вместе со смарт-кавером, но при этом все это складывается почему-то назад по принципу книжки. Будет интересно посмотреть, если это реализуют, потому что не каждый патент, который регистрирует компания, добирается до потребителя, но возможно пока, возможно просто не пришло время. Ну, опять же, поживем увидим. А под конец, позвольте шарахнуть из главного орудия, в Аризоне Apple строит за полмиллиарда сапфировую фабрику, которая будет производить какое-то хренительное количество стекла, и все это возможно будет использоваться для iWatch, а возможно для телефона непонятно. И вот тут нам прилетела патентная заявка Apple, нанесение олеофобного покрытия на стекло из сапфира, и как вы видите, на картинке изображен что? Правильно, айфон. И это, ну, опять же, ни о чем не говорит, возможно это просто иллюстрация, но если следующий айфон получит сапфировое стекло, это же круто, как в дорогущих часах Patek, ёпт Филипп, будет у нас крутое стекло. Мне кажется, это, ну, по крайней мере, достойно. На этом пока все, подписывайтесь на новые видео, ставьте лайки, комментируйте, дискутируйте, и в общем выражайте свое мнение, подписывайтесь на мой твиттер, инстаграм, слушайте подкасты, с вами был Вилсаком, пока. А это Гарри Олдман, который рекламирует новый HTC One. Эээ, постойте.